Добро пожаловать в наше видео о самых интересных фактах, о новаторском фильме «Аватар». От потрясающих визуальных эффектов, до заставляющих задуматься тем, «Аватар» захватил воображение зрителей по всему миру, и стал одним из самых успешных фильмов всех времен. В этом видео мы более подробно рассмотрим некоторые из самых интересных и менее известных фактов об этом эпическом фильме, исследуя его историю, производство и культурное влияние. Независимо от того, являетесь ли вы давним поклонником, или впервые открываете для себя фильм, вы обязательно найдете что-то новое и захватывающее в этом видео. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь и присоединяйтесь к нам, пока мы углубляемся в мир «Аватара». «Аватар» – научно-фантастическая эпопея режиссера Джеймса Кэмерона, выпущенная в 2009 году. Фильм стал культурным феноменом, получив широкое признание критиков и побив рекорды кассовых сборов, чтобы стать самым кассовым фильмом всех времен с более чем 2,8 миллиардами долларов во всем мире. Хронологически говоря, действие «Аватара» происходит в 2154 году и происходит на далекой планете Пандора. История рассказывает о бывшем морском пехотинце-инвалиде, который отправляется на Пандору и оказывается втянутым в конфликт между коренными жителями планеты, Нави, и группой людей, которые стремятся добывать ее ресурсы. Одной из определяющих особенностей «Аватара» являются его революционные визуальные эффекты, которые были достигнуты за счет использования технологии захвата движения. Это позволило создать высокореалистичных, компьютерных персонажей и окружение, что сделало фильм вехой в визуальных эффектах. Новаторские эффекты фильма и построения мира принесли ему три премии «Оскар» за лучшую художественную режиссуру, лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. Эти награды, наряду с огромным кассовым успехом фильма, укрепили «Аватар» как настоящий шедевр научно-фантастического кино. Интересные факты об «Аватаре». Вот некоторые менее известные и интересные факты об «Аватаре». Один Джеймс Кэмерон написал сценарий для «Аватара» в 1995 году, но технологии, чтобы воплотить его видение в жизнь, в то время не существовало. Он ждал, пока достижения в области технологий кинопроизводства догонят его идеи, прежде чем двигаться вперед с проектом. «Два. Аватар» изначально планировался как низкобюджетный фильм, но по мере того, как росло видение Кэмерона, рос и бюджет. Фильм в конечном итоге стоил более 237 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих фильмов, когда-либо сделанных. Три. Язык Нави, используемый в фильме, был создан специально для фильма, и с тех пор изучается лингвистами. Язык был разработан, чтобы быть простым в изучении, но трудным для освоения, и он имеет свою собственную грамматику, словарный запас и синтаксис. 4. Дизайн планеты Пандора, ее флоры и фауны был вдохновлен различными источниками, включая работу ботаника и автора лютера Бербанка и растения и животных тропических лесов Амазонки. 5. Аватар был снят в 3D, впервые для полнометражного фильма. Кэмерон и его команда разработали новые системы 3D, камер специально для фильма, которые позволили сделать более захватывающие и интерактивные снимки. 6. Фильм получил высокую оценку за послание об окружающей среде и критику корпоративной жадности и эксплуатации. Некоторые даже называют Аватар современной притчей, проводя параллели между разрушением Пандоры и разрушением окружающей среды нашей собственной планеты. Философия Аватара Аватар – это фильм, который исследует ряд философских тем и идей. Некоторые из наиболее известных включают в себя. Экологизм – одной из центральных тем Аватара, являются отношения между людьми и окружающей средой, а также опасности эксплуатации природных ресурсов для получения прибыли. Фильм представляет собой критику разрушительного воздействия, которое люди оказали на окружающую среду, и доказывает важность сохранения и уважения мира природы. Другое, еще одной важной темой в Аватаре, является идея другого, или восприятие людей или групп, которые рассматриваются как отличные или отделенные от себя. Фильм исследует конфликты, которые возникают, когда люди сталкиваются с коренными жителями Пандоры, и способы, которыми эти конфликты формируются восприятием различий и превосходства. Связанность – Аватар, также исследует идею взаимосвязанности и взаимозависимости всех вещей. Фильм представляет идею о том, что все живые существа, включая людей и Нави, являются частью более крупной, взаимосвязанной экосистемы, и что наши действия имеют последствия не только для нас самих, но и для мира вокруг нас. В «Трансформации» фильм также исследует идею трансформации и личностного роста, особенно через персонажа главного героя, Джейка Салли. На протяжении всего фильма Джейк превращается из эгоистичного, недовольного человека в человека, который глубоко связан с окружающим миром и мотивирован желанием защитить и сохранить его. Это лишь некоторые из многих философских тем, исследуемых в Аватаре. В целом, фильм представляет собой наводящие на размышления комментарии об отношениях между людьми и окружающей средой, опасностях эксплуатации и жадности, а также о важности уважения и сохранения мира природы. Послание Аватара Послание Аватара людям заключается в том, что мы должны быть более внимательны к нашему воздействию на окружающую среду и другие культуры. Фильм представляет критику разрушительного воздействия, которое люди оказали на окружающую среду, и утверждает, что наши действия имеют последствия не только для нас самих, но и для окружающего нас мира. Фильм также исследует идею взаимосвязанности и взаимозависимости всех вещей, предполагая, что все живые существа, включая людей, являются частью более крупной, взаимосвязанной экосистемы. Послание заключается в том, что мы должны быть более внимательными к тому, как наши действия влияют на мир вокруг нас, и что мы должны быть более уважительными и внимательными к культурам и средам, с которыми мы сталкиваемся. С точки зрения нашего взаимодействия с другими культурами, фильм предполагает, что мы должны быть более открытыми и понимающими, и что мы должны быть более уважительными к убеждениям и традициям других. В нем утверждается, что наши разногласия следует рассматривать не как источник конфликтов, а как источник силы и разнообразия. В целом, послание Аватара – это послание защиты окружающей среды, культурного понимания и уважения к окружающему миру. Фильм призывает нас быть более внимательными к нашему воздействию на окружающую среду, быть более понимающими и уважительными к другим культурам, и стремиться к более взаимосвязанному, гармоничному миру. Аватар – это мощный комментарий к состоянию современного мира, и он побуждает нас стремиться к более взаимосвязанному, гармоничному миру. Независимо от того, вдохновлены ли мы его посланием об окружающей среде или его призывом к большему культурному пониманию, фильм продолжает резонировать с аудиторией сегодня, и он, вероятно, будет оставаться источником вдохновения для будущих поколений. Спасибо за просмотр, следите за новостями, и подписывайтесь на наш канал.